Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 16 мая 2020 года, проходит международная культурная акция «Ночь в музее». Меня зовут Павловская Яна Андреевна. Я являюсь директором Павловского историко-праведческого музея. И сегодня я хотела бы познакомить вас с замечательным человеком, трудолюбивым и добросовестным, с одним из первых сотрудников нашего музея, Дмитрию Галиной Ильичиной. Здравствуйте, Галина Ильичиной. Расскажите нам, пожалуйста, и телезрителям нашим немножко о себе. Я родилась в Санкт-Павловской, Краснодарской, Украине. Здесь закончила школу, поступила в Ростовский педагогический институт. Педагогическое специальное стало моим призванием. Я работала в первой и второй школе. Позже я работала в доме культуры. Но мое призвание оказалось – это музей. Галина Ильичина, ну, насколько мне известно, до 1991 года музея в Павловском районе, в станице Павловской, в котором официального музея не было. Как же вы все-таки в нем оказались? Кому пришла в голову идея о создании музея? Идея о создании музея пришла зам. отдела культуры Белодедова Людмиле Владимировне. Именно она пригласила меня работать в музей, назначен методистом по музейной работе. Мы начали свою работу по созданию музея в 1991 году, в октябре. И с этого времени считается начало создания музея. Первым директором стала Инна Вячеславовна Борисенко. А какими же были первые шаги музея? В каком здании он находился? Мы расположились в здании школы искусств на первом этаже. И занялись созданием музея, находясь буквально в одной комнате. Мы встречались с ветеранами войны, ветеранами труда, старожилами. Мы постоянно были в редакции газеты «Единство». Мы постоянно ходили по адресам. Мы старались пообщаться буквально со всеми жителями нашего района, станицы Павловской, чтобы все могли узнать, что да, начинает создаваться музей. Нужно передать им экспонаты. Нужно поделиться своей информацией. И то, что в настоящее время в музее находится много экспонатов бесплатно. Все экспонаты, переданы в дар музею, это только благодаря нашим землякам, жителям Павловского района. Данила Ильична, а подскажите, пожалуйста, может быть, вы помните, какой экспонат был в самом первом записанном фоне нашего музея? Ну, в самом первом экспонатом у нас стало такое радио. Этот экспонат нам радио. Который передал Гуркава Василий Иванович. Он у него находился давно. И, обходя адреса, общаясь с людьми, мы увидели такой экспонат и выбросили его. Он с удовольствием, Василий Иванович, с удовольствием отдал нам, подавил. И теперь он находится в нашем фонде. Галина Иванович, это прекрасно. А подскажите, пожалуйста, как в данный момент обстоят дела с комплектованием фондов? Так же охотно люди идут на контакт с музеем? Разные люди относятся к этому по-разному. Одни охотно, другие нет. Ведь есть, вот нам требуется архив семьи. Семьи архив. Это что означает? Это нужно документы, фотографии твоей семьи, твоих знакомых передать в музей. Некоторые очень боятся этого. Некоторые, они знают, что именно здесь ты сможешь сохранить все эти экспонаты. И в тот момент, когда они тебе понадобятся, прийти и посмотреть на экспозиции все эти документы и экспонаты. Ну, или если их нет на экспозиции, в любом месте, можно запросить в фонде и поработать с ними здесь. Здесь Павловск, на ней находится Франди Ильич. Галина Ильич, а подскажите, пожалуйста, сколько экспонатов, единиц фонда насчитывается в данный момент? В данный момент насчитывается всего у нас 24 562 единицы, которые делятся на основной фонд, это 21 010 предметов, и вспомогательный фонд, это 3560 рублей. Замечательно. А я напомню нашим телезрителям, что все эти предметы были переданы Павловскому музею в дар, за что большая благодарность выражается тем людям, которые не побоялись и принесли нам свои предметы, свою историю, своей семье. Галина Ильич, в данный момент вы работаете в звании хранителя фонда. По вашему мнению, какими качествами должен обладать сотрудник, музейный сотрудник, либо, может быть, вновь приходящий в музей сотрудник, чтобы стать хранителем фонда? Он должен иметь образование. Это первое. Он должен познакомиться с этой профессией или у нас лично, или через интернет, потому что там требуется и широкий кругозор, и терпение, и усидчивость, и очень много таких качеств, которые не каждому могут, по-моему, справиться с такой работой. Некоторые, думаю, пришли, посмотрели, приняли. Это очень кропотливая, но очень интересная работа. Да, не могу не согласиться с вами, Галина Ильинична, ведь я открою вам небольшую тайну, дорогие зрители. Когда-то, в далеком 2011 году, Галина Ильинична, будучи директором музея, принимала меня на должность хранителя. За что вам, Галина Ильинична, большое спасибо, что вы привили мне любовь к музею и не отпустили меня из него никуда. Подытоживая все наше интервью сегодня сказанное, я хотела бы обратиться к молодому поколению, выбирающему путь в своей жизни, которые думают, куда им поступать. Если вам нравится изучать историю, историю нашей страны, историю родного края, если вы терпеливы и усечены, если у вас есть тяга к коллекционированию, то знайте, что музеи для вас будут всегда открыты, если вы выберете профессии, связанные с музеем. Но на этой ноте мы с вами не прощаемся, дорогие зрители. Мы говорим вам до свидания.